Всем привет и сегодня мы проведем обзор внутриканальных наушников от компании Xiaomi под названием Piston Fresh Edition. Это обновленная версия бюджетных наушников компании, которая имеет приятный дизайн, алюминиевый корпус и встроенный микрофон для использования наушников в качестве гарнитуры. Ну что же, начнем наш обзор, поехали! На данный момент наушники официально доступны только в Китае и выпускаются в нескольких цветовых решениях. Розовый, голубой, пурпурный, черный и серебро. В нашем случае это Matt Silver, матовое серебро. Наушники поставляются в стандартной для бюджетной серии белой коробке. На лицевой стороне имеется изображение самих наушников, сверху логотип Mi, снизу надпись One More Design, на обратной стороне штрих-код, цвет Matt Silver, матовое серебро, а также технические характеристики на китайском языке. С боков имеются технические характеристики на китайском и английском языках. Тип внутриканальный, импедант сопротивления наушников 32 Ом, тип разъема никелированный 3,5 мм, номинальная мощность 5 мВт, вес 14 грамм, длина кабеля 1 метр 25 сантиметров. Ну что же, давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри мы имеем сами наушники, пакетик со сменными амбушюрами, а также инструкцию на китайском языке. Вот так выглядит инструкция. В комплекте идут три пары сменных амбушюр, маленькие и большие в отдельном пакетике, а средние уже установлены на наушниках. Рассмотрим сами наушники. В наушниках имеется никелированный штекер прямого типа. Роль усилителя выполняет корпус штекера, сужающийся в сторону кабеля. Провод имеет классическую форму, его длина составляет 1 метр 25 сантиметров. Далее идет разветвитель цилиндрической формы с вогнутым логотипом Mi. Далее на проводе правого наушника располагается пульт управления. Пульт имеет всего одну кнопку с одной стороны и отверстие встроенного микрофона с другой. Далее идет сам наушник. Наушник имеет трехкомпонентную структуру. Средняя часть выполнена из алюминия, края из пластика. Такая конструкция ограничивает соприкосновение металла с кожей, уменьшая неприятное ощущение холода при прослушивании. На металлической части имеется отверстие байпас для выравнивания звукового давления. На пластиковой части имеется маркировка, правый и левый наушник, а также отверстие круглой формы. Под амбушюром располагается металлическая сеточка. Вот так выглядят наушники в сравнении с Piston Basic Edition. Из явных отличий большинство элементов Basic Edition выполнены в прямоугольном стиле. В Fresh Edition все элементы выполнены в округлом стиле. Также алюминий в Basic Edition более глянцевый, в Fresh Edition более матовый. Протестируем работу пульта управления наушников. Для Android. Однократное нажатие кнопки Play, пауза, двойное нажатие следующий трек, тройное нажатие предыдущий трек. При звонке. Однократное нажатие принять вызов или завершить вызов во время разговора. Длительное нажатие отклонить вызов. Для iOS функции пульта аналогичны Android. Встроенный в пульт микрофон работает хорошо, собеседник вас отлично слышит. Качество можно сравнить со встроенным смартфон-микрофоном. Для улучшения звуковых характеристик в наушниках используется система демпфирования третьего поколения. Она позволяет сделать звук более чистым и сбалансированным. Чтобы оценить звучание наушников, проведем следующее тестирование. Используя iPod Touch пятого поколения и сторонний плеер Capriccio, прослушаем 10 специальных композиций в вейп-формате. Для сравнения будем использовать наушники Piston Basic Edition. Удобство посадки. Здесь можно поставить знак равенства. Обе пары наушников сидят хорошо. Детализированность звучания. Здесь ситуация такая. Fresh Edition лучше передает бас. При этом средние и высокие частоты немного приглушены. Версия Basic Edition лучше передает средние и высокие частоты. В то же время бас не такой глубокий и насыщенный. Громкость. Здесь я бы сказал так. Если в композиции больше басов, то процентов на 10-15 громче звучит версия Fresh Edition. Если больше средних и высоких частот, то громче звучит уже версия Basic Edition. Качество исполнения. Здесь я бы поставил знак равенства между наушниками. Обе пары в своем сегменте сделаны довольно качественно. Внешний вид. Здесь я бы отдал предпочтение Fresh Edition. Благодаря округлому дизайну наушники смотрятся более стильно и гармонично. Минусы. Через несколько месяцев использования наушников Basic Edition в области соединения штекера и кабеля начал обрываться контакт, из-за чего звук в левом наушнике стал периодически пропадать. Хочется надеяться, что конструкция Fresh Edition будет более долговечной и наушники будут радовать нас гораздо дольше. Ну что же, по результатам теста можно сделать следующий вывод. Звучание новых наушников стало более басовитым. В то же время средние и высокие частоты немного приглушены. Как по мне, дизайн новых наушников стал более классным, а круглые формы делают наушники более гармоничными и завершенными. В целом наушниками я доволен и в рамках бюджетного ценового сегмента могу смело рекомендовать данную модель покупки. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!